Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И в эти праздничные дни мы, конечно же, будем говорить о волшебстве. Говорить мы о нем будем с нашей гостьей Ириной Каледенковой. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Насколько я знаю, вы занимаетесь тем, что организуете песочное шоу, ну и, как следствие, сами рисуете песком. Да. Говорят, что это волшебно. Если можно, несколько слов о том, как вы этим увлеклись и чем вас вообще это привлекло? Я с детства рисовала, когда еще училась в школе, я ходила на дополнительные курсы по рисованию. И однажды мне предложили приобрести оборудование для песочного шоу. Я тут же согласилась и начала пробовать. Меня это настолько вдохновило, что мы начали выступать в детских садах, школах. Потом нас начали приглашать на корпоративы, свадьбы и так далее. Ну вот вообще, если говорить о самом процессе, для того, чтобы научиться рисовать песком, обязательно уметь хорошо рисовать красками, карандашом или, в принципе, нет? Это здесь идут разные такие тематики и техники. Потому что если мы рисуем карандашом, это одна техника, если рисуем песком, то это другая. Потому что когда мы рисуем карандашом, наш инструмент – карандаш. А если мы рисуем на световом столе, то наш инструмент – это наши руки. Ну вообще, реально научиться рисовать песком, не имея художественных навыков? Очень реально. Мы очень часто готовим девчонок, мальчишек к конкурсам. Скоро пройдет конкурс Мисс Приборного завода. Мы как раз Веру Толченкину готовим. Это очень интересный процесс. И всегда интересно, как наши конкурсанты будут выступать. Если говорить о рисовании песком, не касаясь каких-то больших праздников, просто для вас, как для художника, для меня, как для человека. Чем это, не знаю, приятно, привлекательно? Насколько я понимаю, ведь это какой-то процесс сродни медитативному. Это идет процесс расслабления, медитации, правильно подметили, Ирина. Это очень интересно, когда ты на работе, напряженный, приходишь, начинаешь рисовать песком – это то же самое, что ты сливаешься с природой. И вот это вот единение с песком и с творчеством, оно дает такое умиротворение, расслабление. И становится и душе спокойно, и сам восстанавливаешь свои силы после работы. А вообще вы рисуете исключительно на каких-то мероприятиях? Или для себя тоже так можете прийти домой, включить вот этот световой стул и что-то порисовать? Мы рисуем и на мероприятиях, мы очень часто ездим в детские дома, детками рисуем, потому что очень нравится нам помогать деткам и смотреть на их реакции. Ну, естественно, дома мы с ребенком тоже рисуем, он у нас уже знает всех снеговиков, все волшебства, которые только могут случиться на песке и в жизни. Ну, теперь расскажите нам про волшебство, которое может случиться на песке. То, что сейчас превалирует в вашей работе, вот этой предновогодней. Какое волшебство может случиться? Мы всегда придумываем новые истории. Очень редко бывает такое, что истории повторяются. Каждая история – это новшество для нас, и мы всегда с предвкушением ее готовим. И в чем волшебство, да, допустим, для наших гостей? В том, что мы рисуем пейзаж, и одним мгновением руки у нас раз, и на экране появился уже другой сюжет. То есть это своего рода волшебство. Был мальчик – стал Дедушка Мороз, была девушка – стала Снегурочка. Были часы, из этих часов мы что-то еще придумали, нарисовали. То есть получается, это целые истории? Да. А вот сейчас, перед Новым годом, есть у вас какой-то сюжет? Конечно. У нас есть новогодний сюжет, очень интересный. О том, как девочка мечтала о мишке. Дед Мороз ей подарил этого мишку. Соответственно, под Новый год все мечты сбываются. Вот на протяжении какого времени вы уже этим занимаетесь в нашем городе? Нам уже исполнилось два года. Наша студия существует с 22 ноября 2014 года, и уже пошел третий год. Вот вообще откуда это искусство к нам пришло, и насколько оно на сегодняшний день стало популярным в нашем городе? Это искусство пошло с Запада, и оно становится все популярнее и популярнее. Нас все чаще приглашают в другие города выступать. То есть людям нравится, и те, кто видел один раз, они хотят смотреть еще и еще. Вот те шоу, которые вы устраиваете перед Новым годом, это только песочное шоу, или, может быть, вы его еще чем-то дополняете, может быть, там, какими-то костюмами, подарками. У нас есть обычный выход. Также мы можем выходить в костюм героев. У нас есть шоу в четыре руки. Мы рисуем портреты песочные. И у нас очень-очень много интерактивов именно с песком. И проводим обучающий мастер-класса. Когда вы устраиваете какие-то большие городские праздники, я знаю, что вы предлагаете зрителям самим попробовать что-то нарисовать. Вот каковы их эмоции в этот момент, каков их отклик, и насколько, не знаю, их это тоже увлекает в процессе? Естественно. Когда сам пробуешь, да, то есть это первое соприкосновение с песком, это новые эмоции, да. То есть кому-то нравится соприкосновение с песком, а кому-то нет. Но тех, кому не нравится соприкосновение, их меньше. То есть их прям 0,0,0,1 процента. Те, кому нравится, да, то есть их большинство. И когда они соприкасаются с песком, они, ощущения у них новые, да. И, соответственно, когда они видят то, что они нарисовали, у них просто шквал эмоций, у них взрыв эмоций, у них появляется улыбка. И если кто-то с ними пришёл, они вот так вот толкают. Слушай, посмотри, что я нарисовала. Да, то есть им это нравится. А кто больше на это откликается, взрослые или дети? У нас и дети, и взрослые. Здесь я не могу сказать, кого больше, потому что бывает то, что взрослые смотрят, открыв рот, а бывают дети смотрят. То есть если дети смотрят сказки, допустим, то они больше обсуждают момент, который появляется. А если взрослые смотрят, то царит тишина, потому что они смотрят. И единственное, что они могут сделать, они вот так вот пересмотрятся изумлённым взглядом и дальше смотрят. А дети, они всегда при сказке обсуждают те моменты, которые появились на экране, потому что для них это ново. Ирина, мы хотим вам сказать большое спасибо, что в эти праздничные дни вы пришли к нам в студию. Может быть, вы и поздравите наших телезрителей с праздниками? Конечно. Я желаю нашим телезрителям в новом году получать шквал эмоций, чтобы у вас всё было хорошо. Самое главное – здоровья вам и вашим близким. Любите тех, кто находится с вами. Будьте любимы. И всего вам хорошего. Спасибо, Ирина, большое. Мы ещё раз вас благодарим. И в том числе за ту радость, которую вы несёте и дарите и детям, и взрослым. Вам тоже удачи в новом году. Спасибо. И вам с наступающим. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в новых выпусках в 2017. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова